Недалеко от города Горячий Ключ в живописном урочище Поднависло начал работать палаточный лагерь, где могут отдохнуть и оздоровиться дети из школ Славянского района. На прошлой неделе любители активного отдыха дали старт туристическому слету Поднависло-2016. Один насыщенный событиями день вместе со школьниками провели и наши корреспонденты. Чай на костре, спальник под открытым небом. Для туриста жизнь начинается только здесь, на природе. Вдали от шумной цивилизации, среди гор, покрытых зеленью, спряталось урочище Поднависло. Именно сюда второй год подряд отправляются юные славянцы на туристический слет. Буквально несколько минут назад подъехали первые автобусы со славянскими школьниками. Впереди у ребят три дня полных ярких впечатлений и интересных событий. 15 июля открылась первая смена туристического слета Поднависло-2016. 155 юных славянцев из лицеев номер один и номер четыре, а также школы номер 16. Вместе со своими родителями и педагогами три дня проведут в живописном месте на берегу горной реки Чипзи, недалеко от Горячего Ключа. Хозяева так называемого привала туриста Эль-Шадай Инна и Виктора Лукьянцевы вот уже второе лето принимают юных славянцев на своей территории. Для нас то, что мы можем принимать вот такое большое количество ребят из славянского района, ну, конечно, определенного рода большая ответственность и в то же время привилегия. Вы знаете, вот второй год мы работаем с вашим районом, что удивляет и поражает высокий уровень организации. Организации именно на уровне управления образования. Ну, а то, что сегодня очень много говорят о кризисе, но то, что ваш глава Синеговский Роман Иванович изыскал возможность и обеспечил подвоз детей, сам на его личном контроле вот проходит вот это весь, как бы все большое мероприятие, формат этого мероприятия, я думаю, что это очень важно, когда на уровне главы вот внимание, забота о детях. Хозяева туристической базы действительно создали все условия для комфортного, а главное, безопасного отдыха детей. На территории расположены туалеты, дышевые кабины, раздевалки, установлены беседки, куда проведено освещение и электричество. Многие дети впервые приехали в окрестности Горячего Ключа. Здесь для них много интересного и неизведанного. А это в очередной раз доказывает, что тут слет станет яркой страницей в летнем отдыхе ребят. Все вместе построим лагерь, поживем, узнаем что-то новое, я думаю, тут и птицы, и растения. Ну, я думаю, это и познавательно для них будет, и какие-то спортивные мероприятия. В общем, пока еще в ожидании. Ну да, я в первый раз. Ну, хорошо тут. Друзья рассказывали. Учитель говорил, что мы тут будем три дня жить. Ну, в принципе, мне пока что все здесь нравится. Советую приехать. Ну, я буду все время помогать девчонкам, друзьям вставить палатки. Ну, потому что без меня они не смогут. Я думаю, что это очень полезно. Тут очень все красиво, и мне это очень нравится. Я думаю, будет очень весело. Ну, нам с друзьями скучно никогда не бывает. Многие ребята приехали в туристический лагерь вместе со своими родителями, как, например, семья Муратовых. Вооружившись палатками и спальными мешками, эти выходные они решили провести все вместе в живописном урочище Подновисло. Надо отдыхать с детьми, помогать детям нашим и учителям. Хорошая поляна, все красиво, все благоустроено. Видите, все сейчас. Распалим костер, детей накормим. Все будет хорошо. Я жду хороших впечатлений, купания в речке и всего самого лучшего здесь увидеть. Уже с первого дня заезда отовсюду слышался звонкий смех школьников. Яркими островами вырастали палатки. Дымились костры и аппетитные запахи походной кухни тянулись от каждого лагеря. Тут масса впечатлений. Я очень рада, что сюда попала. Еда очень вкусная. Для меня еда на костре приготовлена вкуснее, потому что здесь все друзья, родные люди вложили в свою душу. Обед вкусный очень. В лагере нравится. Тут природа, свежий воздух. Да и все рядом. Очень уютная обстановка. Мы ставили палатку, нам многие помогали. Было здорово. Для славянских школьников было запланировано множество различных конкурсов и состязаний. На протяжении трех дней ребята имели возможность проявить себя в непростых природных условиях, почувствовать себя частью единой команды, где всегда рядом плечо верного товарища. Ребята демонстрировали как спортивные таланты, так и творческие способности. Театральные в представлении команды, музыкальные в конкурсе песен, а также художественные в конкурсе газет и оформлении лагерей. В программе. Во-первых, это спортивные игры. Это футбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки. Мероприятия культурного характера. Это конкурсы песни, конкурсы рисунков, стенных газет, боевых листков. А также купание в реке, туристические походы, по желанию, если захотят. Тут есть возможность организовать небольшие по красивым местам. В общем-то, дети привыкают к походной жизни. Палатки, костер, вечер у коста, все хорошо. На протяжении лета в урочище Подновисло отправятся более тысячи юных славянцев. Это 11 подобных смен. За веселый досуг детворы все это время будет отвечать педагог-организатор Евгений Осьминкин. Мы подготовили масса интересного. Во-первых, детям скучать нельзя. Если будут скучать, будут сидеть в палатках. Поэтому у нас каждый час расписан. Они будут и спортивные соревнования, и творческие конкурсы. Они будут сказки здесь ставить. У нас будет задание составить, например, курочку-ребу в стиле экшн. Страна Мексика. И вот они должны будут это сделать. То есть у них будет пожеребьевки. Будет так интересно. А последний день у нас будут славянские таланты. Дети покажут свои таланты. Они будут танцевать, петь, тихие декламировать. Я не знаю, кто на что гораст называется. Думаю, что скучать им не придется. Подновислу зовут еще Поляной памяти. Это место не только является объектом первозданной природы, но и местом, где отразились славные подвиги народа, сражавшегося за победу над фашистами. Мы находимся в легендарном месте – мемориальном комплексе Подновисла. Это одно из мест, куда запланирована экскурсия юных славянцев во время туристического слета. Туристический слет – это отличная возможность для школьников оздоровиться, с пользой провести летние каникулы, набраться сил перед новым учебным годом. А чтобы отдых юных славянцев не был омрачен несчастными случаями, специалисты Управления образования нашего района позаботились о безопасности детей. Назначены ответственны в каждой школе и ответственны за каждую смену, за каждый поток. Нами направлены письма на главу администрации «Горячего ключа», в Управление по делам ГОЧС «Горячего ключа» из Славянска на Кубани. Мы передаем постоянную информацию со списками детей с приказами школ в единую дежурную диспетчерскую службу ГОЧС, в нашу службу, а они уже, соответственно, передают в такую же службу ЕДДС города «Горячего ключа». На поляне дежурит охранник, на поляне дежурит медицинский работник. Туристический слёт школьников – это не только организация активного отдыха и физической закалки детей, повышение спортивного мастерства юных туристов, но ещё и три незабываемых, полных ярких впечатлений и положительных эмоций дня. А улыбающиеся, счастливые лица ребят – ещё одно доказательство того, что такой туристический слёт обязательно надо проводить. Надежда и Георгий Калинины, программа «События».